Музыка Всем привет дорогие друзья! Сегодня вас ждет пистолет времен Второй мировой войны Кольт М1911А1 В этот раз мне удалось спрыгнуть выше своей головы И пистолет получился нереально офигенным О том как его сделать узнаете прямо сейчас Поехали! Скачиваем шаблон по ссылке в описании Распечатываем его Переносим на необходимый по толщине материал И просверливаем отверстия в накладках А также других составляющих кольта Отверстия под различные винты Лучше делать маленькими по диаметру И рассверливать непосредственно после полной сборки Теперь вооружаемся любимым лобзиком И вырезаем все детали из МДФ и фанеры А я в свою очередь пока познакомлю вас с историей создания М1911 Это самозарядный пистолет под патрон 45 АЦП Разработан Джоном Мозесом Браунингом в 1908 году Под названием Кольт Браунин Пистолет находился на вооружении лиц офицерского и сержантского состава Всех видов вооруженных сил и служб США с 1911 по 1985 год После использования пистолета американскими военными Во время Первой мировой войны В устройство М1911 были внесены некоторые изменения Ну например, задняя часть рукояти приобрела дугообразную форму Из-за изменения упора боевой пружины Также меньше выступает спусковой крючок И сокращена длина его хода Ну и другие не слишком значительные изменения Новая, более улучшенная версия стала обозначаться как М1911А1 Именно эту модель я и делаю Начнем с клеивания наших деталей Для начала соединим между собой три слоя рамки Затем соберем нижнюю переднюю часть затвора Помимо слоев из МДФ по бокам нужно приклеить утолщение из картона Общей толщиной полтора миллиметра на каждую сторону Собираем первые три слоя затвора Использовать для таких маленьких деталей ПВА не стал А сразу клеил на космофен В общей сложности сэкономил где-то день работы Кстати, данный пистолет занял у меня полторы недели Если бы не другие проекты, уложился бы дней так за шесть Середина магазина пистолета состоит из двух трехмиллиметровых частей Однако в шаблоне это одна деталь, на которой отмечены вырезы под защёлку Но не переживайте, там всё предельно ясно Сейчас я как раз и вырезаю пространство под защёлку При помощи канцелярского ножа Потому как нужен вырез строго по шаблону А с лобзиком такого не добиться Склеиваем две части середины магазина Я нахожусь в мастерской для того, чтобы убрать перепады с рамки и затвора пистолета А ещё, чтобы расширить отверстие под кнопку фиксации магазина И снять толщину с внутренних сторон боковых слоёв рамки Что ж, давайте сделаем это Друзья, напишите в комментариях, где вы впервые встретили пистолет Colt M1911 Лично я в игре Fallout New Vegas Как только неровности с рамки убраны, можно устанавливать и фиксировать курок Кстати, я уже приклеил четвёртый боковой слой рамки, потому что скоро займёмся механизмом кнопки фиксации магазина В левом боковом слое затвора, как и в случае с магазином, нужно вырезать места канцелярским ножом под затворную задержку и предохранитель Далее склеиваем части боковых сторон затвора Теперь полностью собираем магазин воедино И мы снова в мастерской для того, чтобы просверлить отверстие под маленький винт, который послужит опорой для пружины кнопки фиксации магазина Заодно просверлим отверстие в магазине Обрабатываем магазин Под обработкой я имею ввиду убирание перепадов, придание форм и стачивание боковых слоёв А вот, собственно говоря, кнопка фиксации магазина Защёлка сделана из картона толщиной 1 мм Для основы кнопки я взял кусочек корпуса шариковой ручки Спереди приклеена заглушка с ребрением, а сзади можно наблюдать утолщение из бумаги, которое не даст кнопке выходить наружу Давайте установим кнопку и присоединим пятый слой рамки Имейте ввиду, отверстие в слое под кнопку должно быть меньше в диаметре, чем у середины части рамки Проверим работу кнопки Как только мы нажимаем на неё, защёлка выходит из-под паза в магазине, и тот в свою очередь вытаскивается А выпадает он, поскольку я его немного подточил Фломастером я обрисовал те области на боковых слоях затвора, которые нужно стачивать А стачивать их нужно, потому что не влезает пружина и ствол диаметром 14 мм Сточим с каждой стороны по 1,5 мм и будет нормас Затвор будет двигаться по специальным направляющим из 3 мм МДФ Ствол был изготовлен мной из бумаги методом скрутки Внутрь вклеил 7 нарезов из тонкого картона Получилось прикольно, а главное похоже на оригинал К правой части затвора приклеиваем нижнюю переднюю составляющую Как видите, на ней уже есть утолщение из картона, о которых я недавно говорил Сейчас дособираем сам пистолет Вставляем возвратную пружину Устанавливаем почти готовый затвор и приклеиваем левую сторону Всё, теперь можно придавать формы Обработка не составит труда Главное не закатать чёткие грани спусков и делать всё по фоткам из интернета Вам в шаблон тоже их кину Советую перед тем, как точить затвор, сначала выровнять напильником верхнюю сторону Что касается остальных мест, можете для начала убрать перепады Это облегчит придание форм Поговорим о достоинствах и недостатках сегодняшнего оружия Из плюсов можно выделить отлично останавливающее действие за счёт мощного патрона 45 АЦП Надёжность и безопасность в обращении Недостатки, большие габариты и масса, а ещё сильная дача и ударно-спусковой механизм одинарного действия Кстати, достойная замена Кольту нашлась только в 1985 году Это была Берета М9 Однако модификации и копии М1911 продолжают оставаться на вооружении некоторых стран мира А сейчас я вам поведаю, как я впервые психанул во время крафта Уже на момент обработки я понял, что М1911А1 может получиться очень крутым Главное нигде не накосячить Но насечки на затворе подумали иначе Дело в том, что у Кольта они непростые Они имеют форму прямоугольного треугольника И чтобы повторить такое, надфиль нужно наклонять Из-за угла наклона надфиля от нагрузки МДФ в местах насечек расслаивался Еле-еле удалось всё спасти А мы уже подобрались к детализации И я вырезал из ПВХ пластика переднее утолщение для затвора В шаблоне они отсутствуют, ввиду того, что форма затвора у всех будет разная Но по фото эти детали легко изготовить Загрунтуем наш Кольт Чтобы добиться идеальной поверхности Грунт после высыхания следует немного подшкурить Задержку затвора и предохранитель я добавил перед покраской Чтобы они не мешали при грунтовке Наконец-то покраска Покрываем Кольт в несколько слоёв чёрной аэрозоли Пока пистолет висит и сохнет, сделаем накладки Сначала приведём их в нормальный вид На М1911А1 накладки идут из пластика, но я специально взял фанеру Насечки чертить дело неблагодарное Распечатал их на листе А4 и приклеил прямо на накладки В шаблоне их также оставлю Мои накладки сделаны из фанеры, чтобы при работе с надфилем ничего не расслоилось, как это было с затвором Кольта Снимаем лишнюю бумагу и красим накладки вот такой коричневой краской в несколько слоёв Хоть как-то эту краску потрачу Пистолет я красил вот такой аэрозолью, пожалуй, ей же покрашу и магазин Цвет вышел обалденный, но графитовый порошок всё равно не помешает Старался натереть им только самые выступающие части Накладки будут съёмные, на винтах, в общем, всё по красоте Давайте посмотрим на этот шедевр Не побоюсь этого слова, потому что Кольт реально хороший Вот так, друзья, мой скилл всё повышается и повышается, я не собираюсь останавливаться на этом Вставляем магазин и Кольт М1911А1 готов Вот такой пистолет получился Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, друзья Делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал Увидимся в следующих выпусках Пока! Субтитры сделал DimaTorzok